Уважаемые коллеги! 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 Таким образом, в бюллетень для тайного голосования будут вручены кандидатуры Гавриковой, Татьяны Алексеевны и Ульякина Александровна. Значит, переходим к пункту назначения на должность аудитора, который еще не получил в этой женской. Довольство вашего сведения, чтобы в соответствии с уважением, который еще не получил в этой женской образовательности, при представлении, внесение на кандидатуру аудитору, который еще не получил в этой женской области Сидорова Алексея Александровича из Ульякина и Ульякина. Слово представляется председателем бюджетного комитета. На бюджетном комитете было рассмотрено также две кандидатуры Сидорова и кандидатуру в Ульякина. Данные кандидатуры были признаны соответствующие требования кандидатам, изложенным в статье 8 положения контроля счетных палаток. И бюджетный комитет также рассмотрел, рекомендовал городской думе рассмотреть данные две кандидатуры на должности аудитора и провести по ним тайный голосование. Глеба Мариновичу, когда сетите? Да. Уважаемый депутат, что нашли заказ на доверие. Насколько мы должны снимать? Чем вызвали, Глеба Маринович? Данный должен был обещан другому специалисту, который прошел специальное обучение за счет своих средств, кстати, по аудиторскому направлению. Значит, обещан. Парень и счетных палат. И еще хочу добавить, я считаю, что я могу выполнять более сложную обученную работу. Спасибо за обещание. Кому обещан. Ну, значит, обещан. Кема кому, да? Глобор, коррупция. Кем обещал. Так, коллеги, у нас есть самотвод, поэтому у нас остается одна кандидатура на данную должность. Комментируйте. Комментируйте. Уважаемые депутаты. Если кандидат, вытянутый группой депутатов, изъявил добровольное желание отказываться, то есть его в принудительном порядке никто не обязывает обещать. Поэтому, если на сегодняшний момент такое добровольное желание кандидата будет, соответственно, остается один передат, который будет иметь субъектом право-дольской инициативы. Скорее всего, на рассмотрение городской думы, это все будет отражено в протоколе, будет включена одна кандидатура. Теперь в одной кандидатуре будет проведено голосование. Если кандидат набрал 19 голосов, то он считается избранным на должность аудитора. Если фонд не добирает 19 голосов, повторного голосования не будет. Голосование считается законченным. Все начинается сначала. Уважаемые субъекты на должность аудитора. Другие передатуры или это же передатуры. Коллеги, если вопросов нет, значит, тоже тоже для вашего сведения, что просто наоборот мы редко пользуемся. У нас создана счетная комиссия, и в этой комиссии у нас состоят Обызова Юрьевна, Роман Михайлович и Трошина Марк Александрович. Поэтому вот эта вот счетная комиссия, которая будет сейчас готовить для людей, для тайного голосования, и я для того, чтобы счетная комиссия могла выполнить свою работу, являя перерыв на 20 минут. Уважаемые депутаты, счетная комиссия подготовила три бюллетеня по тридцать одну же субъекту. Субъекта, счетная комиссия подготовила три вида бюллетеней по тридцать одну и штуку в каждом. За это проголосовала. Предлагаем следующий порядок голосования тайного. Мы будем по списку депутатов вызывать, выдавать три бюллетеня по другу. Депутаты проходят в тайную комнату для тайного голосования, возвращаются, прочитают в ящик, который опечатан пустой бюллетеня. И дальше мы, как все пройдут голосование, начинаем подсчет голосов. Вопросы есть? У нас партийные. Вопросы есть? Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok